здравствуйте друзья с вами светлана герман и наш канал украшения и сказки подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и мы всегда очень рады общению напоминаю что я переделываю бусы и различные украшения создаю новые авторские украшения могу написать сказку для любого из вас кстати для того чтобы вы могли оставить след для своих детей в истории вашей семьи и так сегодня у нас переделки для любови и у нас жемчужная тема это видео будет разделено логически на два первое вот про левую часть этих украшений а правая часть о второй части этих украшений начинаем и вот что у нас получилось пока первые два комплекта это первая часть переделок для любы и я их здесь использую я в этих украшениях использовала акриловые и пластиковые бусины и так начнем вот с этих с этого украшения с этого комплекта колье и двое серёг я сделала этому комплекту сейчас я возьму я убрала как вы помните здесь был микки маус использовала серебристые шапочки не очень много также я использовала замочек который был у любови вот такой достаточно массивный но прочный замок и вставила я также здесь хрустальные бусинки также проставочные серебристые бусинки центральную бусину украсила вот такими крупными шапочками под серебро и две шапочки использовала вот на бусинах по бокам к ним же как к этому колье я сделал вот такие серьги использовав по одной шапочки и хрустальной бусине к крупной акриловые бусинки почему тут цветовая гамма ассоциации со свадьбой навевает ну вполне наверное можно конечно эту цветовую гамму надеть и на свадьбу это же такой а-ля шанель стиль и он свое время был достаточно моден и даже несмотря на то что это не натуральный жемчуг можно надеть и на свадьбу вот и если помните были была одна серьга вот из таких бусинок вот сохранившиеся а вторая была сломана утерян был шуруп я сделала вот таким образом сережки у меня были шурупчики вот такие вот с ушками и вставила сюда вот такие швензы и теперь это такие подвижные серьги так посмотрим на манекене наше украшение на манекене выглядит так вот она очень коротенькая на 40 142 сантиметра естественно на человеческой шеи будет выглядеть еще чуть-чуть покороче но вполне даже нарядное и мне очень нравится этот комплект выглядит но эти сережки можно при желании надеть а можно надеть на более торжественный случай и эти конечно они более яркие более нарядные а эти более повседневные более повседневные серьги что у нас получилось из вот этих очень старых бусин они пластиковые и многие из них очень раненые я могла бы конечно я кстати докупила даже бусин вот здесь в конце новые бусины поставила вот на внешнюю нить но люба хотела чтобы я их все же использовал я их украсила золотистой фурнитуры потому что вот этот красивый кулон он золотистый у нас и я вот эти очень приятные шапочки на мой взгляд использовала по окружности более мелкой нити и здесь вот в более крупные были была вот такая вот одна бусинка у нас я ее также нарядила в шапочки у меня были вот такие бабочки как вы помните может быть из предыдущих моих работ я ставила их сюда потому что по цвету они очень подходят крема вы видите они очень подходят к этим бусинам более целые не раненые бусинки я попыталась уложить в центральную часть этого колье более раненые на заднюю часть у нас пошли ну и здесь вы видите что практически вся передняя часть на короткой нитки одеты в шапочки затем шаг 4 бусины и шапочки а затем крупные 4 бусины я сюда поставил это раненые такие бусинки но я их поставила назад кстати у меня есть идея вот эти вот проплешинки чуть-чуть мы зануть здесь золотистой краской кисточкой если люба на это будет согласна если я их когда-то переделаю перекрашиваю еще раз он конечно покажу но пока выглядит это колье таким образом по-моему здорово выглядит и не совершенно не портит ну да если не присматриваться бижутерия которая имеет возраст вот так вот и внешняя нить шагом по 5 бусинок и бусинки в шапочке в шапочках и вот здесь на задней части мне не хватало бусинок чтобы легли они не касаясь друг друга эти эти две нити так как здесь на внутренней у нас есть подвеска если и сюда извините добавила вот по три по три новых бусины и замочек у нас вот такой и я на среднюю на среднее кольцо здесь для красоты просто прикрепила бусинку вот вообще под две нити и замочек хорошо расстегивается застегивается очень даже подходит мне кажется по теме к этому ожерелью вернее к этому колье и серьги я сделал на серебряных швензах вот но за по золотистые с позолотой и из новых бусинок я сделала вот такие палочки такие вот сережки посмотрим на манекен и на манекене данное украшение выглядит вот так как выглядит вот все по центру у нас совпадает все украшения у нас именно в центре ничто никуда не уезжает не убегает бусинки все лежат очень ровно единственное мне конечно очень жалко эти красивые бусинки потому что где-то все равно прослеживаются проплешинки замочек также лежит здесь все ровно ну и серьги на мой взгляд очень подходит бусинки по цвету почти не отличаются чуть-чуть вот этот цвет более молочный но в принципе они одинаковые не очень удобно вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok